Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь мне кажется, что вы обращаетесь не к психологам-мужчинам, а просто к мужчинам, потому что не особо имеет значение психолог-мужчина или психолог-женщина отвечает на запрос клиента. Это не имеет никакого значения, потому что профессионал есть профессионал. Так что тот факт, что вы хотите мнение к психологам-мужчинам, говорит о том, что вы все-таки, наверное, больше не психолога ищите, а чего-то другого, какой-то обратной связи и так далее. В вашем тексте присутствуют два момента. В первый момент это боль от расставания, мне кажется, боль непрожитая, мне кажется, рана от расставания еще не зажила, она болит, она нарывает, возможно, она гноит, может быть уже не так остро, как какое-то время назад, но до сих пор болит, болит. И второе, это то, что несмотря на вашу неготовность общаться и сближаться, что само по себе свидетельствует о том, что вам больно, эту боль нужно проживать. Вот, значит, вы переживаете, ну не переживаете, а вас волнует, что человек подумает, подумает. Вот, и как он это воспримет. И вот здесь он как бы противоречит. С одной стороны, общаться с ним не хотите, и контакт налаживать вы не хотите, с другой стороны, и, собственно, вас волнует, что он подумает. Ну, я думаю, что дело здесь не в подарок, а в том, что вам хочется расставить точки на «ты». Хочется вы какие-то, ну, какие-то свои эмоции, чувства, может быть, то, что вы о нем думаете, высказать. Вот. Только боитесь вы себе в этом признаться. И вы боитесь выражать свои чувства. Возможно, боитесь того, что человек посмеется над вами, как это часто бывает. Может быть, вы боитесь, что вам сделают еще больнее. Вот. Здесь сказать, конечно, однозначно сложно. Вот. Сложно сказать, что именно с вами происходит. Но мне думается, что прежде чем дарить подарок, это время, мне кажется, еще есть, если я правильно понял, где младенье у него в декабре. Вот. А вы, правда, не говорите, когда будете забирать карту. Вот. Не знаю. Может быть, это будет в декабре. Может быть, это будет раньше. Вот. Подарок до дня рождения это передавать не очень. Ну, считается. Ну, по крайней мере, славянской культуре. Я не знаю, какая культура у вас. Вот. Может быть, вы в другой стране живете. Не знаю. Вот. Ну, просто ситуации разные. Бывает, вы не подумайте. Я ничего против не имею. Как бы. Просто, ну, разная бывает история. Вот. Но, тем не менее. Мне думается, что раз у вас время есть, вам бы лучше разобраться в своих чувствах. Разобраться в том, что вы хотите. И уже после этого как-то отлично вот из этого. На основании этого. Потому что сейчас, мне кажется, у вас очень все перекручено, перемешано. Обида, значит, желание отстраниться. Естественная злость. Разочарование. Боль от потери близкого человека. И в то же время вас к нему тянет. Это ощущается. В то же время вы тянетесь к нему. Вы в нем нуждаетесь. Вот. Мне кажется, что, если вот так вот чисто, чисто, абстрактных говорить, то мне кажется, что подарок можно дарить в том случае, если вы не ждете ничего в ответ. То есть, условно говоря, условно говоря, если вы дарите подарок и у вас нет ожиданий каких-либо вообще насчет реакции человека, то такой подарок дарить можно. И даже нужно. Потому что это подарок, что называется от чистого сердца. Но если вы чувствуете здесь зависит от уровня вашей честности с собой. Если вы чувствуете, что даря подарок или подарив подарок у вас появляются ожидания, то, соответственно, такой подарок дарить лучше не стоит. Потому что ожидания могут не обравнаться. Соответственно, будет больно, обидно и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вместе с тем, пока вы в своих чувствах не разобрались, у вас может быть одно представление относительно презента. Если вы в своих чувствах разберетесь, у вас будет другое представление относительно презента. Поскольку в подарке содержатся стихи о любви, а вы вроде как расстались, то, естественно, это будет возвратом в прошлое для мужчины. И, естественно, он, как мне кажется, делает какие-то шаги по отношению к вам. Вот. Вы же просто не выходите на связь, то есть вы как-то обиду подавили и себе ее держите. Это, кстати, очень разрушительный элемент для вас. Вот. Тут, мне кажется, я бы мог предложить, ну, потихонечку осваивать другие способы взаимодействия с обидой. Да, не уход, а именно вот более такое активное и более конструктивное обращение с негативными чувствами, дабы их не копить, не держать их к себе, потому что ничего хорошего из этого вам не выйдет. Вот. Так вот, естественно, мужчина может воспринять это как шаг к примирению. И в самом самом примирении ничего плохого нет, потому что, ну да, мужчина перешел личной границей, да, это не очень хорошо, безусловно, но отношения, мне кажется, так и строятся на ошибках, на таких вот уколах не всегда приятных и так далее. Важно то, что мы с этим делаем, важно то, как мы на это реагируем, важно то, как мы с этим обращаемся. Мне кажется, что ваши отношения вполне могут продолжиться, если вы научитесь более конструктивным способом поведения, обращения в ситуациях не самых простых. Если же вы склонны убегать, когда она на вас оказывает давление, если вы склонны прятаться в себе, если вы склонны уходить в обиды, то отношения вам построить будет достаточно сложно. То есть я понимаю в целом, если вы такой вот нежный, достаточно чувствительный человек, но это хорошо, это можно обратить в себе во благо. Повторюсь, если вы хотите меняться, если вы хотите жить, ну как бы более такой полной жизни, мне кажется, что вы страдаете. Мне кажется, что вы страдаете, может быть не так сильно, но вы страдаете, но всё равно всё равно, знаете, в чём дело. По поводу того, как воспримет мужчина этот шаг и что он подумает, я могу сказать вам следующее. На первый взгляд, такой парадокс есть, что люди, которые обижаются, ну, склонно говоря, которые не выходят на смерть, игнорируют и прочее, они вроде как проявляют, ну, такую обособленность. С другой стороны, именно этих людей больше волнует то, что подумают о них другие. Почему? Потому что, ведь какой здесь момент? Обида сама по себе. Это подавленная обратная реакция. Это подавленная злость. Это, ну, то, что я сейчас скажу, возможно, будет не очень приятно, но, тем не менее. Это невыраженная инфантильная реакция. То есть какая-то вот невыраженная инфантильная детская реакция, ну, детская с точки зрения человека. Вот, не всегда эта реакция является детской в том контексте, в каком использует этот субъект. Вот, но, тем не менее. То есть обиды, это всё, условно говоря, то, что мы подавляем. Обиды, это всё то, что мы проскакиваем. Вот, условно говоря, есть вы, есть я, я, там, дал, вы дали мне два яблока, я дал вам три яблока. Вот, я дал вам три яблока, вы поблагодарили меня так же, как за два яблока. Вот, мне стало обидно, это значит, что я дал вам на одно яблоко больше. Но, дать вам на одно яблоко больше с моей стороны означает проскочить момент, когда я перестал хотеть давать вам яблоки, но всё равно вам их дал. Вот, примерно так работает эта история. Поэтому, мне кажется, что задача психотерапевта здесь научить вас не проскакивать эти моменты, и осознавать их, замечать, научить обращаться с негативными чувствами, которые абсолютно нормальны и естественно будут в любых отношениях. Ну вот, если в любых отношениях вы будете уходить и обещаться, то, понятно, что построить их у вас не получится. А то, что человек пересел границу, это неприятно, это недопустимо, но не смертельно. А не смертельно в плане того, что важно ведь отношение к этому человеку, к человеку, понимаете. Если человек пересел границу и сожалеет об этом, у этого есть потенциал для изменений. Изменений серьёзных, изменений постоянных, изменений не мимолетних. Вот. Чтобы точно быть уверенным, что в будущем такого не повторится. При условии, если человек сам не хочет, чтобы это повторял. Так что, вполне вероятно, что вам с вашим молодым человеком имело быть смысл вместе обратиться ещё к психологу, и уже как паре, посмотреть на свои проблемы. Вполне вероятно, что откроется много чего интересного. Итак, немножко резюмируя, хочется сказать следующее, что по подарку вам решать сейчас абсолютно не имеет никакого смысла. Вы находитесь в противоречивых чувствах, и если я, например, спрашиваю вас, вот скажите, пожалуйста, вы ждёте чего-то или нет, вы сами, скорее всего, ответить затруднитесь. Ну, а если вы и ответите, то, честно, я вам скажу, не поверю. Потому что чувствую ваше состояние. Поэтому, в первую очередь, разобраться в себе. Дать себе хотя бы месяц на то, чтобы в себе разобраться. Ну, то есть, месяц это сколько? Четыре встречи с психотерапевтом. Четыре встречи. Ну, если раз в неделю. Вот, если два раза в неделю, то, соответственно, восемь. Вот. Дать тебе хотя бы месяц на то, чтобы в себе разобраться. Там уже действовать. Действовать. Следующий момент. Это ваше обращение к психологам-мужчинам. Повторюсь, здесь у меня есть предозрение, что не к психологу вы обращаетесь, а к другому мужчину. Но маскируете. Это обращение к психологу. Если так, то, повторюсь, это просто самообман. Потому что нет особой разницы, кто вообще психолог. Нет такой разницы. Психолог, психотерапевт, это специалист. Мужчина и женщина на данном этапе не имеют значения. При построении отношений с психотерапевтом, да, это значение не имеет. Но вы не находитесь на стадии построения отношений. Следующий момент. Это то, как вы обращаетесь со своими негативными чувствами. И как вы проживаете болезненность от неприятных моментов в отношениях. Это очень важный момент. Мне кажется, что у вас есть деструктивные, так сказать, элементы стратегии обращения со своими чувствами. Поэтому работать здесь, на мой взгляд, нужно вот в этих направлениях. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, это то, что вам с вашим молодым человеком, если вы в глубине души хотите, значит, быть вместе с ним. Нужно вместе обратиться к психотерапевту, либо чтобы каждый обратился по отдельности. Не обязательно к одному и тому же. И начал свою работу. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что вы сформулируете обратную связь в ответ на мои мысли, которая и послужит началом плодопорной работы над собой. Всего вам самого доброго.